Поправки, смягчающие так называемую статью о лайках и репостах, оппозиции предлагались давно, но были забыты и не пропущены. Потом они были предложены на прямой линии с Владимиром Путиным, но впоследствии как будто тоже забыты. Ни Единая Россия, ни чиновники Кремля не прорабатывали вопрос. Теперь же смягчение закона предложил лично Путин. Инициатива освобождает от уголовной ответственности в случае, если осужденный попал по статье впервые и если он не представляет угрозы для государства. Это, конечно, хороший шаг в нужном направлении, но достаточно ли такого смягчения для очеловечивания общества? И что таким образом продемонстрировал Путин? Своим мнением поделились эксперты специально для накануни ТВ. Депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов, который и предлагал на прямой линии поправки, уверен, конечно, хорошо, что продвинулись в вопросе вперед. Но этого мало. Судить за слова – дело нехитрое и скользкое, да и бесчеловечно как-то. Очень важно отслеживать все истории, которые происходят, особенно в провинции, потому что правоприменительная практика может быть ужасна даже при самых хороших законах. И понятно, что смягчение частичное, и в этом смысле я сторонник большего смягчения. Но уже такое решение все равно очень важно, знаково и является движением в сторону очеловечивания нашего общества. Я бы вообще декриминализировал все эти лайки и репосты. И не только для первого случая, а в целом. Ограничивался бы штрафами и так далее, потому что судить за слова – это дело очень нехитрое и при этом скользкое. И дебютантов отменили на головку уже хорошо. Я считаю, что в любом случае это важное движение в сторону здравого смысла. С другой стороны, президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Юргий Федоров считает, что закон о лайках и репостах нужен больше для борьбы с инакомыслием и оппозицией. Поэтому совсем его отменять, вероятно, не будут. Продолжение следует... Продолжение следует... В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануни ТВ. Подписывайтесь на канал Накануни ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».